Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Объекты культурного наследия нужно не только охранять, но и приспосабливать к городской жизни. В Самаре более 300 зданий историко-культурного наследия, по некоторым из них провели ревизию. Среди них не только здания, уже находящиеся на реставрации, но и те, что, по мнению экспертов, необходимо включить в федеральную программу. Подробности в нашем сюжете. Здание на Куйбышеву-104, построенное во второй половине XIX века, давно превратилось в руины. Раньше здесь располагался коммерческий клуб. Сейчас полным ходом идет его реставрация. В нем разместится межбузовский концертно-театральный комплекс «Дирижабль». По замыслу проектировщиков, здесь появится разборная сцена-трансформер, большие удобные залы, кафе и лектории. Николай, общая смертная стоимость этого объекта у нас с учетом проектирования порядка 400 миллионов. Но он тяжелый объект, мы сами видим. Здесь полностью надо все это здание перебрать. Потому что тут стены, которые мы видим, они где-то, ну, с полтора, два кирпича, а остров остается один где-то. По основанию все. Потому что полностью перекладка. Ну, некоторые правила специально заявляют, нам проще демонтировать это здание, да, построить. Сносить здание, конечно, никто не будет. Просто строителям придется хорошо постараться. Поработать предстоит и над зданием реального училища на Комсомольской 18. Здесь учились эволюционер Глеб Кржижановский и писатель Алексей Толстой. Сейчас здание не используется. Минобороны России, кому оно принадлежит, готовы передать его в собственность города или области. Возможно, здесь будет школа для одаренных детей. Делегация в составе областных и городских властей, а также депутатов, провела объезд по пяти памятникам историко-культурного наследия. По четырем практически решения есть. И они в этом году, на будущий год, шаг за шагом будут проводиться работы реставрационные, которые приведут в порядок памятники архитектуры. Мы должны сделать Самару к проведению чемпионата мира по футболу, конечно, совершенно другое. Мы должны вернуть исторический облик, создать настроение, создать атмосферу, и это будет безусловно сделано. Задачу губернатора мы выполним. И к 2018 году историческая часть города в части туристических маршрутов приобретет совершенно новый. Очень важно, и мы это видим на примере многих объектов, именно консолидация уровня власти, когда здесь и региональная власть, и непосредственно губернатор, и федеральный центр, объединив усилия, работают над восстановлением уникальных памятников. Но не просто восстановлением, а приданием и второй жизни. Вторую жизнь обретет отделение почтовой связи на Молодогвардейской, 144. Этот дом построил купец Иванов 120 лет назад. В планах открыть здесь почтовые ретро-отделения. Служащих переодеть в форму 19 века, воссоздать весь интерьер того времени, использовать старинные письменные принадлежности. На территории города более 300 памятников историко-культурного наследия. Сейчас большее внимание федеральным объектам, но и муниципальные тоже приводят в порядок. Что касается памятников со смешанной формой собственности, приняли решение реставрировать их по упрощенной схеме. В основном фасады и крыши. Многие предприятия города уже изъявили желание за счет собственных средств поучаствовать в этом процессе. Имена меценатов будут указаны на табличках на отреставрированных ими зданиях. Марина Матвейшина, Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, Алексей Золотенков. События. Под неусыпным контролем и качеством продуктов питания на полках крупных самарских супермаркетов. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, проверки проводят специалисты городского департамента потребительского рынка совместно с представителями надзорных органов и общественности. Как выяснилось, не зря ритейлеры стали тщательнее следить за свежестью товара. Системный контроль за качеством продуктов на витринах самарских магазинов дает свои результаты. Ритейлеры стали тщательнее следить за ассортиментом и качеством товаров на прилавках. Руководитель департамента потреб рынка и услуг Матлаб Искендеров в очередной раз проинспектировал сетевые магазины, чтобы проверить соблюдение всех правил торговли. Супермаркет любимый на улице Молдогвардейской. На прилавках в основном только свежий товар. Небольшую ложку дегтя в бочку меда добавило просроченное печенье. Мы обязательно примем соответствующие меры и будем стараться впредь уже ликвидировать полностью возможность появления таких неприятных моментов. Следующий пункт – магазин «Пчелка» на улице Куйбышева. Здесь из всего ассортимента просроченными оказались лишь две бутылки с кефиром. Причиной снова стал человеческий фактор. Замечание комиссии выслушал администратор. Пока строгих санкций к магазину решили не применять, так как в целом, отмечают покупатели, на витринах в основном свежий товар и за его качеством они также следят. Всегда обязательно, а как же? Иначе здоровье надо беречь все-таки. Это наше здоровье, качество товара. В ходе мониторинга особое внимание продуктам первой необходимости. Матлап Искендеров отметил – контрольные мероприятия и комплексное выстраивание работы с руководством сетей дают свои плоды. Просрочки на витринах практически нет. Можно отметить тот факт, что на сегодняшний день положительная сторона есть. Многие сетовые магазины пониманием относятся, быстро реагируют. Уже нет таких конфликтов, ситуаций, как раньше. Как бы люди отворачиваются от этой проблемы, стараются его быстро решить. Во время контрольных походов по магазинам проверяют все. Выкладку, свежесть, уровень сервиса, качество уборки прилегающей территории. Специалисты будут и впредь наведываться с проверками в сетевые супермаркеты. Это позволит видеть реальную картину и менять ее в лучшую для покупателей сторону. Лариса Шлафаст, Павел Баймаков, Максим Гусев, События. От незаконной торговли продолжают освобождать Пугачевский тракт в Куйбышевском районе Самары. Стихийный рынок у гастрономы возник более 20 лет назад и с каждым годом только разрастался. Церемониться с владельцами нелегальных киосков больше не намерены. С рынка уже вывезли 14 торговых точек. В ближайшее время Куйбышевский район освободят от 75 незаконно установленных павильонов. Стихийная торговля здесь образовалась в лихие 90-е, когда лишних вопросов никто не задавал. Тем не менее местные жители не раз обращались в районную администрацию с просьбой убрать торговые ряды. Недовольство вызывали грязь, антисанитария и отсутствие благоустройства. Также местные жители жалуются, рынок уже вплотную приблизился к жилым домам и детской площадке, что во дворе. Мы всегда были за то, чтобы рынок отсюда убирали. У нас житья от этого рынка нету, потому что подъезжают машины вот сюда, разгружаются и вообще у нас тут, знаете, как вот это шоссе. Когда мы высказываем этим шоферам, они говорят, убейте рынок, мы сюда вообще приезжать не будем. Кроме того, собственники незаконных ларьков самовольно подключаются к электросетям. К тому же налоги в бюджет предприниматели за свою деятельность не платят. Попытки ликвидировать нелегальный рынок предпринимались неоднократно. Но убирали только отдельные киоски. В начале года глава администрации Самары Олег Фурсов взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать все незаконные объекты на Пугачевском тракте. После того, как мы вывезем отсюда все незаконное, что стоит, потом будет немножко приведено в порядок. И, соответственно, эти места для пенсионеров, которые выращивают овощи и фрукты на своих садово-дачных участках, такие места также будут предусмотрены и в будущем здесь на этом месте. Сейчас в Самаре выстроена системная работа по наведению порядка в сфере торговли. С Пугачевского тракта уже вывезено 14 незаконных киосков. В ближайшее время уберут еще 70. Демонтируют торговые объекты совместно с департаментом потреб рынка, районной администрацией, полицией и судебными приставами, так как незаконно установленные ларьки самостоятельно хозяева так и не вывезли. Вынесено решение Кужского района суда, где в обязанности должника входит демонтаж самовольно установленных павильонов в Кужском районе. В связи с тем, что они не исполняли длительное время, данная обязанность возложена на департамент потребительского рынка администрации городского округа Самара. В настоящее время департамент своими силами осуществляет снос самовольно установленных павильонов. Теперь хозяевам ларьков придется и оплатить расходы на их транспортировку. Что касается освободившейся территории, ее планируют благоустроить. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. В четверг ночью участники автопробега «Знамя Победы» должны вернуться в Самару. Пройдено более 2000 километров. Позади десятки встреч. Активистам удалось посетить множество памятных мест Великой Отечественной. Конечной точкой маршрута стал город-герой Брест. Позвольте мне вот этот символ чести, доблести и славы советских воинов вручить. Этот флаг прошел с нами по всем дорогам России. Символ Великой Победы и символ автопробега с этого дня будет храниться там, где началась война. В мемориальном комплексе Брестская крепость. Гитлеровцы планировали захватить ее к 12 часам дня 22 июня. Защитники крепости сдерживали вдвое превосходящие силы противника больше месяца. Русские сражались до последней минуты и до человека последнего, напишет Отто Скорцени в своей книге «Специальное задание». Для наших народов, тех, кто боролся за мир, кто защищает мир. Ваш приезд свидетельствует того, что мы чтим память тех, кто отдал жизни на земле Бреста, Брестской крепости, под Москвой, Ленинградом, Смоленском. Завершение миссии автопробега в святом месте нашей истории прошло достойно. Свидетелями его стали жители и гости города. Брест не впервые принимает у себя делегации из разных уголков, но такая яркая команда здесь впервые. Автопробег. Когда еще машины шли по городу, уже позвонили, сказали, очень красочно, очень красиво все, запоминающийся. Много людей в форме, то есть он так выделяется немножко из тех автопробегов. Вечная слава героям! Многие из участников автопробега бывали в Бресте в советские времена. Возвращение через годы лишь усилило эмоции. Возможно, и какой-то из исторических автомобилей клуба «Они сражались за Родину» воевал на белорусской земле. Эти факты история пока скрывает. Семь из восьми машин дошли до места назначения своим ходом. Мы понесли боевые потери. У нас сломался мотоцикл. У нас сгорела катушка, соответственно, на ГА-67Б. Но он 42-го года выпуска, поэтому ему уже за 70 лет, давно старику. Но они дошли. Дошли. Мы считаем, что они подбиты врагом. И мы, как раненых товарищей, увезем обратно домой в Самару. Людской ресурс оказался сильнее. Усталость и плохая погода не помешали выполнить задуманное. В обратную дорогу военная техника отправилась уже на автовозе. У участников автопробега наконец-то будет время и возможность собрать вместе впечатления. Подводить итоги будем по возвращении. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События. Лучшие моменты достойны объектива фотографа. В Самарской городской думе подвели итоги конкурса «Школа в объективе». На суд жюри было прислано более ста работ. На протяжении восьми месяцев шло соревнование в фотомастерстве. И вот назван победитель. Самый светлый период – детство. И его обязательно нужно запечатлеть. Девятиклассник Дима Карпов победил в категории «Будущий защитник» благодаря тому, что переодел друзей в военную форму. Хорошо подобранный ракурс, хорошее освещение. Ну и смотря что фотографировать. Если природу, то наверняка какой-то вид действительно красивый. А если человека, то главное – человек, как он стоит, как он позирует. Организаторы конкурса – городская дума, газета «Комсомольская правда» и департамент образования. Всего представлено девять номинаций, каждая из которых отражает школьную жизнь и интересы ребят. Среди них наше творчество «Золотая осень», «Любимый учитель», «Будущий защитник», «Самая спортивная школа». Жюри конкурса оценивало не только профессионализм, но и то, насколько юным фотографам удалось поймать момент. Это нестандартный подход к освещению школьной жизни. И я думаю, что этот конкурс мы сделаем регулярным. И вот такие идеи мне видятся очень перспективными. Целями, которые мы ставили перед собой в проведении этого конкурса – это выявить наиболее креативных, творческих ребят, наиболее сплоченные школы города. Лауреаты каждого этапа, всего 10 учеников, получили дипломы, медали и сувениры от Городской думы и Комсомольской правды. Лучшей по итогам всего конкурса стала школа номер 176. По задумке организаторов, состязание продолжится и в следующем году. Марина Матвеевшина, Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. Собака – друг человека, лайка – друг хоккеиста. Самарчанка Наталья Петухова победила в конкурсе на создание символа для Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в нашей стране в 2016 году. Наша самарская лайка будет красоваться не только на баннерах и заставках. На протяжении всего Чемпионата по трибунам и катку будет ходить ростовая кукла. Кроме того, сувенир с ее изображением можно будет приобрести на память. Итальянский кролик, австрийский пингвин, финский львенок – список талисманов Чемпионата мира по хоккею пополнился еще и лайкой самарского происхождения. Жительница нашего города, сотрудница банка, в душе настоящий художник приняла участие в конкурсе на лучший талисман. И победила. Среди пяти сотен котов, тигров и других четвероногих ее лайка пришлась по душе наибольшему количеству поклонников игры на льду. Я очень долго думала, кого именно, очень хотелось угадать, кто должен быть. Конкурс начался с 25 ноября и продолжался по 16 февраля прием заявок. И вот 15 февраля я только нарисовала лайк, то есть предпоследний день, а до этого я все обдумывала. Поклонницей хоккея Наталью Петухову раньше назвать было нельзя, но лайка на взгляд художницы – самое, что ни на есть хоккейная зимняя собака. Сильная, выносливая и быстрая. В свою победу девушка до сих пор верит с трудом. Надеяться на первое место – это одно, а вот победить на самом деле – совсем другое. Я, кстати, когда рисовала, у меня еще мама так подошла, говорит, ну это, конечно, рисую, творчество развивать хорошо, но там все уже, вроде, все ясно, кто выиграет, или Москва, или Питер, все известно. Я сказала, нет, это конкурс серьезный, вот прям угадала. Благодаря миловидной лайке у Натальи, можно сказать, пошли заказы. Организаторы спортивных юношеских игр из Костромы попросили сделать талисман и для них. Получился лисенок-троеборец по шорт-треку, лыжным гонкам и биатлону. Мариана Мирная, Станислав Левин, События. Этот символ и придумывать не надо. Великая река Волга неизменно ассоциируется с Самарой. 20 мая отмечается день самой широкой российской реки. Он был учрежден 7 лет назад. Старт традиций был положен в Нижнем Новгороде, а затем подхвачен другими городами. Волга – это и кормилица, и торговый путь, и излюбленное место отдыха огромного количества людей. Она помнит и Бурладскую армию, и создание речного флота. В Самаре на площади Куйбышева прошел флешмоб, посвященный этой реке. 25 метров в длину, полметра в ширину. На самой большой площади в Европе растянули самую длинную фотографию Волги. Порядка 30 снимков самарских школьников стали фрагментами одного большого собирательного образа. Хоть река и одна, каждый видит в ней что-то свое. Тут и набережная, и закаты, и небо с чайками. Екатерина Вавилина сфотографировала корабль, идущий в тумане. Рассказывает, вложил в этот снимок особый смысл. В Самаре, возможно, каждый человек может быть сам по себе. И он идет один в тумане, но всегда определенный. Флешмоб приурочен ко дню Волги, который Россия празднует уже седьмой год. Праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которые являются не только национальной гордостью. Наше общество предполагает определенное потребление ресурсов. И так называемая экологика, к которой мы призываем всех жителей, это и взрослое поколение, и, безусловно, молодое поколение. Необходимо правильно, рационально использовать ресурсы, в том числе и водный ресурс. Для нас это Волга. После флешмоба школьники отправились на экологический брейн-ринг в Академию Наяновой. Здесь уже не первый год работает кафедра ЮНЕСКО, которая и поддержала проект «Живая Волга». Детей с малых лет учат беречь одну из крупнейших рек на Земле. По данным экспертов, сегодня Волга сильно загрязнена. В основном за счет бесхозных стоков. Кроме того, вместе с дождями в реку попадают и масла, и нефтепродукты. Еще одна проблема – синие-зеленые водоросли, которые выделяют ядовитые вещества. В последние годы за очистку Волги всерьез взялись экологические патрули. Среди неравнодушных все больше молодежи. От них зависит будущее Великой реки. Мария Сидорова, Станислав Левин. События. Минфин не хочет индексировать пенсии по инфляции. Растущие из-за индексации расхода ПФР, неподдерживаемые аналогичным ростом зарплаты – один из основных источников бюджетного дефицита. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Обратите внимание, телеканал «Самара ГИС» теперь на новой частоте. Настройтесь на 263,25 МГц в кабельной сети дом.ру.тв. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Минфин не хочет индексировать пенсии по инфляции. Там считают, что из-за падения цен на нефть упали доходы, экономика и реальные зарплаты. Растет разрыв между сокращающимися зарплатами, источником доходов для пенсионных выплат, и самими пенсиями, которые государство обязано индексировать на уровень инфляции. Растущие из-за индексации расходы ПФР, неподдерживаемые аналогичным ростом зарплат, это один из основных источников бюджетного дефицита. Индексация по инфляции как раз также приводит к бюджетному дефициту фонда. Ну что тут можно сказать? Возможно, руководству ПФР надо уже уходить в отставку, раз проблемы решать не могут. Бюджетники могут остаться без прибавки к зарплате. Обещанное повышение оказалось под угрозой из-за кризиса, отмечают экономисты. При этом формальное подтягивание выплат до нужных показателей только увеличит нагрузку на педагогов и медиков. Реального же роста доходов не будет. Так что в полной мере исполнить майские указы президента не удастся. А неисполнение указов наравне затронет всех бюджетников. Однако сильнее всего пострадают категории со сравнительно невысокими номинальными доходами. Школьные учителя, воспитатель в детских садах, медработники в муниципальных больницах и поликлиниках. Ну так ведь недавно объявили, что кризис-то кончился. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок. Индекс ММВБ опустился до отметки 1658 пунктов. Лидеры падения – акции «Русала», «Магнита», «Фосагра», «Преф» и «Сбербанка», «Мечила» и «РДР Русала». Среди лидеров роста – бумаги Аэрофлота, НЛ Россия, НМТП, Русгидро, Дикси и «Преф» и «Башнефти». Понишение на российском рынке происходит на фоне ослабления рубля к доллару и снижение фьючерсов на американские индексы. Торги во вторник в Европе завершились в зеленой зоне, в США разнонаправленно. На азиатских рынках преобладают покупки. Курс доллара на 20 мая – 49,17 рубля. Курс евро – 55,10 рубля. Золото стоит 1928 рубля за грамм. Серебро стоит 27,51 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 64,77 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарские паралимпийцы выиграли две медали этапа Кубка Мира по пулевой стрельбе. Бронзовая пуля самарского стендовика на чемпионате России. Тольяттинская бильярдистка третья на этапе Кубка Мира. Финишировал международный турнир по бильярду Кубок Мира Москвы. Одновременно он является еще и этапом Кубка Мира. В дисциплине «Свободная пирамида» Екатерина Максимова из Тольятти заняла третье место. По ходу соревнований «Волжанка» уверенно перекатала «Москвичек» Валентину Обухову и Татьяну Чернухину, «Украинку» Светлану Ставицкую со счетом 4-1 по партиям. Самарчанку Анастасию Зверинцеву 4-0. Сопротивление оказала только Александра Солдатова из Воронежа 4-3. А в полуфинале Максимова уступила чемпионке России Ольге Миловановой из Санкт-Петербурга 4-5. В Адыгей проходит личный чемпионат России по стендовой стрельбе. На огневом рубеже собралось около 200 спортсменов. Самарец Алексей Скоробогатов на ските выбил бронзовую медаль. Конкуренцию ему составили 65 стрелков. Самарский снайпер в квалификации поразил 121 мишень из 125. В полуфинале он промазал всего лишь два раза. Также выступили еще двое. В результате перестрелки Скоробогатов оказался в поединке за третье место, где выиграл у липецкого стрелка Вадима Дудника одну очко. В Турецкой Анталии на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе среди паралимпийцев призерами стали две самарчанки. Наталья Далекова из пистолета с 10 метров в квалификации заняла 6 место из 8 финалисток. В борьбе за медали она показала второй результат, выбив 193,5 очка. Победительница соревнований представительница Ирана выиграла, настреляв на полбола больше. Бронзовую медаль в смешанном командном зачете завоевала Наталья Валаева. Редактор субтитров А.Семкин